Прежде чем подводить итоги ушедшего года, позвольте пару слов о делах текущих. В очередной раз мы с вами подошли к этой черте, к черте, когда один год сменяется другим с огромным количеством потерь. Инфляция, как и многие предполагали, будет даже выше, чем ожидалось. Лживый путинский в ЦОМ называет цифру 8,39%, но у них же там свои методики подсчетов, вы знаете, которые идут вразрез со всеми известными законами арифметики. На самом деле, я уверен, национальная валюта обесценилась гораздо серьезнее. Цены в магазинах вы сами видели, последние пару дней перед праздниками наверняка по тем магазинам ходили. В среднем за год процентов на 30-40 подорожали и товары, и услуги. Предпосылок для обратных изменений нет. О кредитной политике Центробанка в предыдущих выпусках рассказывал. Кредиты тоже подорожали, а значит, в течение нескольких месяцев удорожание всего без исключения продолжится. Союз перевозчиков России бьет тревогу вокруг истории со стоимостью топлива, которая также резко взмыла вверх. Выросли в цене квартиры и стройматериалы. Автомобили, комплектующие к ним, операторы связи, и те увеличивают тарифы. Проще сказать о том, что не подорожало. Да, пожалуй, кроме нашего труда ничего. Короче, мы снова стали еще немножечко беднее. Ну как немножечко, да практически вдвое. И дальше будет только веселее, потому что еще раз для особо одаренных, ну не подчиняются законной экономике распоряжением Путина и его правительства. Их нельзя переписать как конституцию или как результаты вопросов в ЦИОМа. Применяя какие-нибудь доселе неведанные методики и экономика, она либо растет, либо падает. Третьего не дано. В нашем случае только падает и очень скоро, возможно, затрещит по швам. Это реальная журналистика. Хочется сказать что-то хорошее в этот замечательный праздник, но... А впрочем, поехали! Что касается свободы слова, совершенно очевидно, репрессии против неугодных СМИ, журналистов и блогеров продолжатся до президентских выборов 24-го. Остается совсем немного времени, и ребятам из АП в информационном пространстве нужна тишина. Насколько успешными эти репрессии будут, покажут время. Мы уже сейчас наблюдаем картину, как все больше и больше вчерашних пропагандистов просыпаются, начиная перебываться в воздухе. Я их понимаю, поскольку так нагло врать, как это сейчас происходит, становится невозможным просто. Главный вопрос, сможет ли Кремль забодать Гугл и Фейсбук? Вот про Фейсбук говорить не хочу. Неинтересная для меня права площадка, которая, по моему мнению, умрет и без кремлевских потоков. Вот Гугл. Наверняка вы уже послушали массу всяких разных экспертов, что лопочут. Да-ка, Марту, Гуглы из России уйдут. Ну, нагрузили неподъемными штрафами, ребят. Таких денег на скрепном рынке компания просто не зарабатывает. А я, вы знаете, поспорил. Дело в том, что сейчас вопрос присутствия в РФ американского IT-гиганта переместился в политическую плоскость. И речь идет уже не о бизнесе, не о финансовых потерях компаний. Теперь это, повторюсь, вопрос большой политики. Вопросы были, в принципе, ожидаемы. И ответы были ожидаемы. А, конечно, это прежде всего социальные вопросы, потому что Владимир Путин недавно не исключил возможности баллотироваться в 2024 году еще раз на пост президента. И, естественно, нужна популярность. Ему нужно, чтобы его популярность повышалась. Ну, да мы отвлеклись, что важно понимать. Возможный уход Гугл из России при любом раскладе будет выглядеть, как личная победа Владимира Путина и поражение Джозефа Байдена, ни больше, ни меньше. А оно ему надо. Байден и так прилично вляпался в 2021 году, ну, хотя бы с выводом американских войск из Афганистана. Понятно, что оно все равно однажды произошло бы. США к этому шагу давно готовились и, в принципе. Глава Белого дома объяснил причину, по которой штаты вывели войска, ну, пропагандисты, в том числе российские, воспользовались ситуацией, перевернули ее с ног на голову и смогли и таки посеять. В мозгах обычных граждан, тени сомнения, 0-1 не в пользу руководства Соединенных Штатов. Президент США признал, что хаос при выводе американских войск из Афганистана был неизбежен. В интервью ABC News Джо Байден заявил, что теперь готов продлить военное присутствие. То же самое с пандемией, в которой, ну, сегодня совершенно очевидно, пора ставить точку. Слишком с этой пандемией затянули и теперь то ружье стреляет в другую сторону, в сторону политиков, причем всей планеты. Лидеры небольших государств по очереди объявляют о выходе из ковид-клуба, ну, потому что экономики этих стран не вывозят. Главы государств помощнее тоже осознают, что ситуация зашла в тупик, мир несет колоссальные убытки. Бизнес-сообщества недовольны, простые граждане раздражены, все это сопровождается уже нешуточными массовыми протестами. И Байден тоже теряет очки рейтинга. Вот я и спрашиваю, на кой ляд ему на фоне всех этих прелестей? Еще и Путин победитель, изгнавший из России мощнейшую в мире компанию. Да такой поворот окончательно похоронит его как политика и демократическую партию, кстати, тоже. А еще обрушит стоимость американских ценных бумаг на фондовых рынках. Поэтому нет, я думаю, Белый дом не позволит отвесить пенделя, а эти корпорации будут кусаться. Тем более, ну, все же понимают, что за штрафы Роскомнадзор навешивает на Гугл, это надуманные штрафы или штрафы по беспределу. Что это означает? Вот принятое сегодня решение. Добрый вечер. Во-первых, я поздравляю вас, как и всех сотрудников телеканала «Царьград» с этой огромной победой. Ну вот, простой и понятный пример, история с «Царьградом». Почему «Царьград» заблокировали на Ютьюбе? Да ни о какой цензуре в данном случае речи не идет, все гораздо проще и прозаичнее. Камнем преткновения стал владелец телеканала «Малафеев», который попал в санкционные списки США. В данном случае Ютьюб исполняет американское законодательство, оно для него первично. Как для американской компании наши же брешут о какой-то цензуре, понимая, что брешут. Ведь все, что нужно сделать «Малафееву» выйти из состава учредителей, все. Да, канал восстановят моментально, но, как я уже сказал выше, это теперь большая политика. Посему господин «Малафеев» и «Кода упора» будут строить из себя униженных и оскорбленных, а попросту урайк своим зрителям. Как ни печально, но это работает. И вот у «Гугла» все штрафы такие. Ладно, об этом еще будет время поговорить, а теперь предлагаю все-таки подвести итоги года ушедшего. Погнали! Каждый раз, подводя эти итоги, хочется вспомнить что-то по-настоящему хорошее, но когда садишься вот так вот перед камерой, думаешь, елки-палки, а что хорошего-то было? Штрафы за намордники, например, в смысле за маски, которые нам рекомендовали носить. Правда, тех, кто не следовал рекомендациям, наказывали рублем. Что еще? Полицейские дубинки на митингах в поддержку Навального. Даже не так, нет. Не в поддержку Навального. Это были митинги за справедливость. Люди, которые туда выходили, всего-навсего требовали справедливых судебных слушаний, соблюдения законности, за что в итоге были биты и также оштрафованы. Дальше откровенные издевательства начались. Вакцинируйся или уволят. Под таким девизом прошло все лето. А еще в нашем лексиконе появилось слово антиваксер. И антиваксеров в конечном итоге приравняли чуть ли не к врагам народа. Спасибо мерзкой пропаганде. Антиваксеров разрешили оскорблять и ненавидеть. Лишать прав и не считать за людей. Был один такой персонаж в истории, который весь мир поделил на человеков и недочеловеков. Правда, деды того персонажа все-таки победили. Чему несказанно рады отдельные индивидуумы. Они ежегодно в честь данного события напиваются до поросячьего визга и верещат на каждом углу. Мы победили! Потом, правда, трезвеют и сами идут охотиться на недочеловеков. Пишут на недочеловеков доносы. Призывают к расправе над недочеловеками. Но они ж победили им можно. Потом и вовсе нас решили заклеймить как скот. Вопрос пока висит в воздухе. Но мы же понимаем, что это пока. Скот не принято спрашивать, хотят они того или нет. Про выборы чуть не забыл. Мы же с вами в очередной раз в едином порыве. Поддержали воров и садистов. Ну нравится нам такая жизнь. Мы обожаем днища. Мы очень хотим деградировать. Кайфуем от беспросветной нищеты, бесконечного вранья и постоянных издевательств. Надеюсь, что и в наступившем 22-м в России все будет настолько же стабильно, прекрасно. Но если серьезно, господа, может пора уже начать думать о себе? Может хватит уже жить во славу барского счастья? Это ведь у нас кризисы. Это ведь у нас пандемия. Это ведь нам постоянно приходится затягивать пояса потуже. А жизнь-то одна и она продолжается. Вот еще год прошел. Поэтому вы подумали об этом. Все. Это была Реальная журналистика. Увидимся, услышимся. И с Новым годом. Пока-пока. Реальная журнала. Реальная журнала. Реальная журнала. Реальная журнала. Реальная журнала.